О времени, о жизни и творчестве. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась встреча с членом Союза российских писателей Львом и Линым. Для уроженца Тамбовской области Карачаево-Черкесия стала второй родиной. Одной из наиболее известных его произведений в нашей республике – роман «Горная роза» о достойной дочери карачаевского народа Залихат Иркеновой в годы Великой войны, повторившей подвиг Зои Космодемьянской. Подробности у Али Баташева. Среди четырех книг «Льва Ильина», представленных на выставке «Далекие близкие», кавказский роман «Горная роза». В центре повествования – трагическая судьба нашей землячки Залихат Иркеновой, повторившей подвиг уроженки Тамбовской области Зои Космодемьянской в годы Великой Отечественной войны. Эти женщины совершили один и тот же подвиг – не сломались под пытками палачей, не предали свою родину и отдали за нее свои жизни. Лев Ильин из Тамбова – юрист по образованию, проработал следователем в нашей республике большую часть своей жизни. Он писал это произведение два года, основываясь на документальном материале, замечая каждую деталь биографии Залиха Иркеновой. Сфотографировалась в Карачаевске, тогда это был Михаил Шахар, она сфотографировалась с мужем и с девочкой, с дочкой своей, то у нее открыто лицо, сердечность. И в то же время твердой стрункой есть в нее. И чувствуется мужественность, хотя внешне она выглядит хрупкой довольно, женщиной. И когда я представлял себе, как она могла держать себя в гестапо, когда ее допрашивали, она была схвачена вместе с другой партизанкой, Надей Кицеровой, я удивлялся, как такая, в общем-то, женщина, ну, не сильная, вроде бы физически, смогла выдержать все эти пытки. Книга «Горная роза» рассказывает о героизме советских людей в годы войны, знании традиций и обычаев горских народов, живой язык и яркий талант рассказчика получили высокую оценку у читателей Карачаева-Черкесии. Поступки и действия каждого из героев романа не только соответствуют условиям, складывающимся ситуациям, но и максимально точно передают дух времени и демонстрируют черты характера, присущие представителям русского и горских народов. Думается, что автор очень внимательно изучил психологию и нравы Карачаевцев и открыл их сущность для всех, кто не знаком с этим народом. Заместитель директора гимназии «Села Дружба», преподаватель русского языка и литературы, основатель школьного музея Пайрус Хасанова считает, что знакомство с этим произведением юных читателей поможет школьникам глубоко осознать значение таких ценностей, как уважение к родителям, интернационализм и любовь к родине, которые описываются в разных сюжетных линиях романа. Если даже назвать автора этого романа, вот он вырос не среди нас, не в горах, не среди наших обычаев, обрядов, нравов. И вы знаете, он так тонко, так тонко, я еще хочу подчеркнуть, тонко может написать человек, который родился среди нас и знает все наши прихоти, все наши обычаи. То, как можно поступить в разных ситуациях. Сейчас автор работает над книгой об участнике Сталинградской битвы. Генерале Василий Баданине. Но к теме Карачаева-Черкесии он планирует вернуться в следующем году. У меня есть такая мечта. Я хотел бы проехать в Хабецкий район, в Абазинский район, в Ногайский район и собрать документальные сведения о героях Великой Отечественной войны, которые проживали в этих районах. Тех людях, которые уходили на фронт Великой Отечественной войны. Почему я это делаю? Прежде всего потому, чтобы подчеркнуть многонациональный дух нашей страны. В конце встречи писатель тепло поблагодарил собравшихся за высокую оценку его творчества. Льву Ильину вручили благодарность от регионального отделения Союза писателей России, а также грамоту Народного собрания Карачаева-Черкесии. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия.